здравствуйте любители бисероплетения с вами оля вы на канале цветы и деревья из бисера ольги ковалева-лисовской встречайте нежные перезвон из сиреневых колокольчиков из композиции хрустальный ветер из этого мастер-класса вы узнаете как можно создать такие чудесные цветы своими руками ставьте лайк будет хрустально интересно приступаем общая схема 9 цветов они состоят из лепестков тычинок и по две веточки с листьями 6 бутонов 27 декоративных белых листьев они собраны в 9 веточек 8 веточек с декоративными бусинами по 2 листика на ветке и 4 декоративные хрустальные веточки с бусинами для всех элементов композиции кроме тычинок предварительно набрать бусины и бисер на проволоку высота композиции 18 сантиметров материалы бисер для лепестков сиреневого цвета для бутонов темно-сиреневого для тычинок белый и желтый 13 размера категория для листьев цветов прозрачный 8 размера для белых листьев белая рубка а для листьев с бусинами белая радужная рубка бусины нескольких размеров прозрачные радужные диаметром 7 и 10 миллиметров и два вида разноцветных бусин розового и бусин личного цвета для декоративных веточек серебряная проволока разного диаметра от 3 миллиметров до 0 5 миллиметров герберная проволока стержни диаметром 1,2 миллиметра для стеблей цветов и серебряные нитки для вышивания металлизированные мулине стопроцентный полистер так следующий элемент нашей композиции вот такие вот веточки они выполнены из рубки белого цвета такая белая на мне кажется даже с таким разноцветным радужным но не слишком ярко радужным бликом такая белая рубка показывать наглядно как я плету эти листья не буду я только объясню и покажу как они выглядят по отдельности и соберем вместе с вами потому что французское плетение сегодня уже несколько раз показывала вам все здесь достаточно понятно веточка состоит из трех листьев один лист большой центральные и два листа поменьше боковые центральный лист состоит на ось набираем 2 сантиметра рубки и плетем 6 пар дуб 1 2 3 4 5 6 6 пар вверх острый дополнительно на ось набираем 2 бисерины маленькие листья практически то же самое на ось набираем 2 сантиметра рубки и плетем 5 пар дуб 1 2 3 4 5 5 пар таких надо листиков два штуки для одной ветки на ось дополнительно набираем 2 бисерины листик оставляла для этого дела набираем рубку две штучки я чиноваря две штучки тоже уже на спиннере набираю ты не стала здесь его ставить он пишите плохо набирается так две штучки набрали отрезали лишнее и аккуратненько задумали так в этих леточках я тоже нитки не использовала для обмотки аккуратно постаралась смотать перекрутить проволочку здесь вообще аккуратненько выходила каждый листик а все вместе ну грубовато смотрится но у меня не она не видно от листьями на мой взгляд грубовато давайте скручивать скручиваем это у нас маленький лист мне щас руки перекручиваем его формируя аккуратненько плавную вот эту скруточку 2 лист скручиваем и 1 самый верхний его можно по длиннее скрутить чем его скрутим на на два с половиной сантиметра а эти пониже можно на два сантиметра на пол теперь прикладываем везде так чтобы верхний был длиннее а нижний покороче и все это вот так вот в этом месте перекручиваем нужно использовать какие-то приспособления все стараюсь руками крутить справляем что у меня справили придали изгиб и загнули сами листья вот так немножко и загнули и вот здесь вот придали изгиб венчик не люблю все таки руб как-то она хрустит противно так все сделали веточки таких веточек нам надо около девяти штук очень можно и больше много листьев не бывает и того если 9 штук то 27 листиков листиков таких плетите у меня вот осталось только два добавить композицию и все готово все это собирать так плетем декоративные элементы это вот такие веточки двойными листьями в них использованы разного цвета но близкие гамме бусины такие вот они не круглые только одна осталась как раз для демонстрации такая вот вишневая красивая и какие говорила в начале мастер-класса вот такие интересные бусины с розочками не прошу ли вам эти такие красивые с двух сторон у них розы внутри пропечатаны прорезаны в общем красивые такие бусинки тоже ждали своего часа нигде не могла найти применение дождались сами вот эти вот лепесточки одинаково плетутся просто за счет того что бусины различных размеров них использованы вот эти по крупнее смотрятся от эти поменьше и помимо самих бусин я использую рубку она прозрачная с радужным покрытием тут активное радужное покрытие . все надо ее предварительно набрать на проволоку а потом будем плести с вами вот такие декоративные линии они тоже очень легко делаются похоже на вот эти вот листики которые мы с вами делали на вот эти листики только тут два штучки быстренько вам сейчас покажу как они делаются и так скручиваем петлю набираем на ось одну бусину и плетем три пары дуг у вас скорее всего должен получаться круглый вверх круглый низ старайтесь так по крайней мере сплести постарайтесь так не сплести только вокруг круглые бусины я вам покажу делали сплели такой вот листок лепесток у нас получился удерживаем лепесток одной рукой и прокручиваем аккуратненько почти аккуратненько так третий сорт не брата значит какая у меня здесь круточка получилось на полтора сантиметра и вот здесь тоже по полтора сантиметра разрезаем петельку перемещаем проволоку с набранным бисером так чтобы при наборе бусинки она располагалась также как и первая пусина вот здесь надо закрепить проволочка все и плетем второй листик соответственно так сплели второй листик это же его прокручиваем формируя ножку здесь я уже не добавляла дополнительную пробочку потому что 2 на 5 миллиметров достаточно отрезаем лишнюю полочку и прокручиваем общую ножку общий степель лишнюю проволочку с оси отрежем у нас с вами получилось выравниваем эти все руки наши у нас получились вот такие интересные листочки глаза степа разряжается я с вами на сегодня прощаюсь все такие листочки сколько нам их надо надо посчитать кстати не посчитала значит у меня четыре вот такого цвета темного четыре веточки то есть вот тут две ветки и там две ветки уже примутаны и четыре вот такого цвета с розовыми бусинами всего получается 8 веточек можно разумеется и больше можно и меньше я их вообще решила добавить чтобы разбавить сиренево прозрачно такую гамму такими вишневыми розовыми цветами у нас с вами остался последний элемент это бусинки тоже сейчас быстренько их выполним и приступим к сборке так последний элемент это хрустальные бусинки веточка с хрустальными бусинами работать будем с проволочкой диаметром 0 5 миллиметров чтобы веточка у нас держала без держала форму без дополнительных стержней набираем произвольное количество бусин на проволоку у меня сейчас 12 бусин бусины разных размеров и разных форм но два вида используются такие округлые сантиметровые и сложной формы где-то 7 миллиметров они прозрачные с радужным покрытием отступаем от конца проволоки ну сантиметров наверное я отступлю 15 сантиметров 15 где-то 15 сантиметров и мы с вами начнем формировать иголочки для этого удерживаем бусину пальцами правой руки и прокручиваем прокручивайте так чтобы у вас одновременно скручивались две проволочки они только одна именно две они одна вокруг другой 2 равномерно так это будет выглядеть ну и дальше формируем оставшиеся иголочки я буду работать наверное по принципу 3-4 иголочки потом вместе скручиваем поволоку иголочки стараемся располагать либо на разной высоте либо так чтобы хотя бы одна была самой длинной вторую иголочку сформировала 3 иголочку то не немножко все таки разные длины получились прокручиваем общую ножку давайте посмотрим в сантиметрах что у нас получилось ну вот ножки чуть больше сантиметра одна ножка полтора сантиметра 2 1 и 3 1 1 и 1 и сама ножка около сантиметра и так далее прокручиваем формируем такую вот веточку из бусин так как у меня концепция хрустального букета поэтому и выбрала хрустальные бусины прозрачные вы же если планируете такой букет плести то естественно можете выбирать бусины любого цвета главное чтобы они смотрелись композиция а Смотрите продолжение в следующей серии. По длине я сделаю. Надо еще один кусочек проволоки вставить для жесткости. Срезаем тоже проволоку на 5 мм, где-то 26 см. Закрепляем за последнюю деталь и прокручиваем. Аккуратнее было, если вы прокрутили сразу. Что-то я забыла, видимо, сразу сказать. Вот так вот. И расправляем все вот эти вот шарики, бусинки. Можно расправить их во все стороны. Можно больше как-то в одну сторону. Все, таких веточек у меня 4 штучки. Теперь уже 3 примотана. Вот такая вот четвертая будет. Так. Ну, сейчас будем все это собирать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.